Ну и вот еще одна встреча. Первая встреча на уровне сборных. Сборная России против сборной Ирака. И первый домашний матч нашей команды почти за полтора года. Да, и последняя игра здесь же была осенью 21-го. Сборная России тогда в отборе играла к чемпионату мира со сборной Кипра и выиграла 6-0. Хотя тяжелый был матч, может быть, не по счету, но по содержанию до второго забитого мяча сборной России пришлось слегка помучиться. Посмотрим, как будет сегодня, потому что сборная России заметно изменилась по составу. У нас очередной новичок, у нас очередной дебютант. И вот в программке прямо на обложке Сафонов, Кузяев, такие уже ветераны сборной. А вот ошибка и хорош Денисов. Нет, Литвинов. Литвинов. Спасибо, Руслан. Спасибо, Руслан. Именно он сейчас с линии ворот головой выбил мяч после ошибки нашей сборной в обороне. И второй раз домашний Кубок Персидского залива стал для Ирака победным. Да, Икбал отбирает мяч у Пруцева. Передача вперед. И снова Али Ахмади. Удар в дальний угол рядом со штангой. Вот тебе и Ирак. Смотри, два шикарных момента. И вот этот футболист молодой. Да, внешне, может быть, и не молодо выглядит. Но ему всего 21 год. И 21 ему исполнилось в марте. Да, поэтому сегодня из прошлого матча в стартовом составе мы видим... Ой, опять ошибается Песняков. И здесь уже спасает Осипенко. Но нервничает заметно Сергей. И вот у нас сейчас удар поворотом. Показывает арбитр из Узбекистана, что фола не было. Через Пруцева налево. И вот Пеняев. У него хороший удар. Пеняев надо бить. Удар поворотом на месте галкипер Джалал Хаса. Обляков с мячом. Красиво, красиво прокинул одна, но между ног. Передача. Будет удар. Нет. Последний пас, к сожалению, не получился. Хотя Обляков индивидуально сыграл действительно высококлассно. Но здесь все-таки и домашние стены помогают. И очень, очень комфортная обстановка внутри Газпром-арены. Потому что за бортом. Ой-ой-ой, какая ошибка Осипенко. Нам повезло. Нам повезло сейчас. Я только сказал, что домашние стены помогают. А домашний газон не всегда. Потому что Осипенко ошибается. Ошибается Песьяков. Что с игроками Ростова? Вторая команда чемпионата на данный момент. Не забивает Аймен Хусейн. Чистый выход один на один. И с левой ноги. Ну, один игрок из сборной Ирака уже в России выступает. Кстати, отзаявлен, правда, на вторую часть сезона в Руби. И опять он. И опять он. Тяжелый мяч укротил. Передача назад. И Зидан Игбал. Удар поворотом. Здесь уже хорош Песьяков. Айда Ирак. Ну, опять же, как играет? Играл. Тренируется. Да, он играл. И в первой части сезона в первой лиге провел даже 8 матчей. Обликов. Обликов на коротке. Солева. Ой, как здорово. Чуть-чуть не хватило. Денисов. Играет назад. Литвинов. Глебов. Посмотрел налево. Но не стал делать передачи. Там разводит руки в сторону Фомин. Из-за его спины. Сейчас выскакивает. Игрок сборной Ирака. Бежит вперед. Вот момент. Удар Песьяков. Как же легко. Как же легко Ирак создает эти моменты. Ну, уже, наверное, на 2-3 Ирак мог наиграть и сам, создавая. И вполне могли наказать наших за ошибки. Ох, здорово. Классно сыграл Пеняев. И опять он в штрафной. Передача. Фомин. У него хороший удар. Фомин. И вот это уже настоящее спасение. Да. Джалал Хасан. Опытный 31-летний голкипер сборной Ирака. Выручает свою команду. Фомин здорово приложился. Но и опять я бы отметил Пеняева. Посмотри, как вот здесь он разбросал просто. Ну, а, собственно, он и освободил Фомина. Моментально пытаемся вступить в отбор. Но не удается. И проходит эта передача. Песьяков. Хорошо, что так. 0-0. 0-0. И еще Хлусевич появился. Да. Да, да, да. И Хлусевич может выйти. Но, учитывая, что это Петербург и Долер играет за Зенит, зритель сюда неоднократно приходил понаблюдать за игрой Долера. Но вот, правда, в составе сборной и футболке сборной давненько этого не было. Обликов не было положением не игры. Передача назад. Соболев, ну, наконец-то, попал. Но вот гол. Да, 1-0. 1-0. Антон Миранчук забивает. Ну, и, наконец-то, Соболев добрался до удара. И Антон Миранчук подкараулил отскок после спасения братаря Джалала Хасана. 1-0. Очень спокойная, сдержанная радость от Александра Дюкова. Ну, и хоть так, да, Миш? Хорошая передача на Обликова, Обликов на Соболева. Ну, и забили. И улыбки, наконец-то, на лицах игроков сборной России. Да и задышалось легче. И на скамейке как будто выдохнули так. А вот если бы был Вар... Да, возможно, и отменили бы. Мне кажется, Иван был в положении вне игры. За свою карьеру уйму просто. А вот Пеняев. Удар. Вот все хорошо у Сергея. Вот все замечательно. Быстрые ноги. Отличное желание. Но, согласись, очень маленькая результативность. Не знаю, с какими чувствами владеет мячом и ждет следующую передачу Сергей Писяков. Но, действительно, игра ногами у него сегодня не очень хорошо получается. Пеняев. Класс, класс. Класс. И сам забей. Умница. Ой, красота какая. Просто умница. Сережа Пеняев. Просто умница. Во-первых, классный длинный пас из глубины. Ну и то, как Пеняев сменил движение, сменил скорость. Как он убрал защитника Мустафа Надима и пробил в противоход вратарю. Ну и вот, наконец-то, поздравляем Сергея Пеняева с первым забитым мячом за сборную России. Это действительно наше самое настоящее. Самое настоящее здесь и сейчас и наше будущее. Здесь нет никакого положения вне игры. Это даже был не Надим. Подсказ рабочий и своевременный. Действительно, Пеняев забил самый сейчас Миранчук. Хасан. Удар. И здесь Хасан. Здорово. После удара Осипенко справляется. Ну и Миранчук обязан был, конечно, делать дубль. Здорово разыграли. Он оказался на ударной позиции. Снова Осипенко. Но вот Осипенко оказался по эпизоду впереди. Подсказ оказался не своевременным. Нет, подсказ своевременный. Как раз, что... Сергей Пеняев самый молодой бомбардир в истории сборной России. Видишь, вот оно число. 26 марта. В этот день, много лет назад, карьеру закончил в сборной России Александр Киржаков. Для него, кстати, это дебют в составе сборной Ирака. Подача! Подача! И везет Соболеву. Не везет Соболеву. Классно выпрыгнул. Пробил, попал в перекладину. Или там вратарь все-таки дотянулся до мяча. Возможно, и то, и другое. Ну и здоровье, конечно же, Хасан Ураед. Подача! Удар! Это Кусевич. Смотри. В миллионере и струщу. Почему нет? Ну, хорошо выглядит. Ой-ой-ой. Что случилось? А там что? Вот в конце матча еще этого не кладало. Рита решил добавить, да? Дружественные страны и дружеский матч. А что же там произошло? Не нужны лишние эмоции. Тем более, что, мне кажется, там ничего и не произошло. Все в порядке с игроком сборной Ирака. Это Хусейн Аль-Савад. А это тоже улыбки. Кузяеву или Глебову? Ждем повтора. Но как раз Кузяев-то практически ничего и не сделал. Да и, в принципе, эпизод максимум на желтую, но и то для обоих. Вообще-то 17-го номера тоже надо было бы удалить. Пять причин посетить матч против Рана. Насладиться игрой Далира Кузеева. Недолго продлилось это наслаждение. К сожалению, такая маленькая ложечка дегтя в сегодняшнюю бочку меда для сборной России. По второму тайму. Исключительно по второму тайму. Сборная России наконец-то побеждает. Выигрывает сухую. Дебют Даниила Денисова. Первый мяч забит из Сергея Пеняева. Я бы выделил, конечно, его персонально за игру и в первом тайме. И во втором Хисус Кассо и его команде в дальнейшем удачи.